В ближайшее время в Латвии может прийти очередной период сильных холодов, который до этого негативным образом сказался на исправности систем водоснабжения и канализации в разных частях города. В особенности это касается частных домов с печным отоплением, находящихся на обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В этом году уже было зафиксировано несколько случаев, когда в холодном доме из-за мороза произошли аварийные ситуации. Чаще всего проблемы с замерзающими трубами вызваны тем, что владельцы, не проживающие в своей движимости, не занимаются протапливанием дома в сильные холода. Ежегодно с началом отопительного сезона сотрудники ПЖКХ предупреждают жильцов о необходимости поддерживать в помещениях температуру не ниже плюс 16 градусов, для чего им рассылаются отдельные напоминания. Однако владельцы не всегда способны следовать этому совету, в особенности если находятся за границей. В лучшем случае к отоплению привлекаются родственники и друзья, но нередко дома просто стоят в холоде. Это сказывается и на жилищных условиях соседей, так как в Дагу пился много частных домов с планировкой, предусматривающей нескольких владельцев. К сожалению, электрические радиаторы не могут считаться альтернативой полному отоплению жилого пространства. ПЖКХ напоминает, что в случае замерзания труб, все расходы по последующему ремонту берет на себя собственник недвижимости. Кроме того, подобные аварии чреваты большими потерями воды, которые после сказываются на счетах за неучтенную воду. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.